история язык культура менталитет мнение экспертов деятелей и заинтересованных граждан о том что такое быть беларусом идентичность беларуси есть шесть этнографических регионов центральные по нем они по озере восточная западная полесье и поднепровье то что чаще всего понимают по беларусской культуры в целом это какая-то сумма всех культурных традиций существующих на беларусском территории или есть какая-то доминирующая культура ну например центральный этнографический регион если вставить вопрос о том сумма ли это частей то конечно не сумма то есть это некая система которая имеет разные региональные особенности вот если рассматривать культуру в таком ключе то это особенности региональные локальные в силу разных до событий исторических а этногенеза а взаимодействие между различными культурами этническими сообществами и так далее он всегда является не то чтобы центр доминирующим какой-то такой скрепо образующей частью точки зрения того что он подавляет регионы и локальные культуры но вот он как раз является системообразующим фактором то есть я не могу сказать что центр доминирует на уровне подавления нет он интегрирует вокруг себя вот мне кажется так будет правильнее но еще раз повторюсь что суммы частей это не может быть потому что трансформация переход взаимодействие мне кажется это отличительная черта многих культур их возникновения а наши уж тем более а где проходят слом между культурами этих регионов это больше различие языка или кухни или вообще какие-то другие различия я не склонна вообще рассматривать с точки зрения какого-то сумма но есть какой-то наверное вот раздел границы но сегодня в настоящее время я не могу сказать что она прямо резко очерчена эта граница мне кажется что сегодня в силу каких-то процессов которые связаны с объединением поиском вот этих скрип каких-то системообразующих единиц или идеологии или какой-то группы ценностей что еще требует своего дальнейшего исследования в том числе и развития ментальности поэтому вот опять-таки скорее всего это не слом не какой-то раздел жесткий а это переход опять-таки переход еще раз повторюсь что сегодня вот какие-то очень жесткие различия они скорее являются не то чтобы жесткими различиями сами по себе которые отделяли одну региональную культуру от другой а неким эквивалентом знаком особенности уникальности поэтому они просто уникальны я не думаю что нужно их рассматривать друг от друга отдельно абсолютно позиционно они дополняют друг друга и создают вот этот вот немыслимый колорит для белорусской культуры как давно сформировались культуры этих регионов и влияние каких других соседних культур они прежде всего испытывали ну и опять же это больше все-таки языки и религии соседних стран или какие-то внутренние процессы это и то то есть вообще культура развивается не только исходя из влияния доминирующая наверное концепция которая сегодня особенно в массовом сознании существует некая такая диффузия да и постоянные заимствования мне кажется что не следует забывать о том что культура сама развивается то есть она никогда не будет заимствовать абсолютно все культурные комплексы традиции обычаи а если она к этому не готова я имею ввиду добровольное какого-то начала если насильственно ассимиляционно туда конечно волей-неволей придется принять это на себя но так сложилась наша судьба и история то мы что-то заимствовали но всегда сохраняли ядро вот это вот уникальное явление которое мне кажется нам дает возможность еще чувствовать какую-то общность культурную национальную идентичность и как раз вот эти регионы региональные отличия и конечно же традиции обычаи культуры которая уходит в период языческого пласта они здесь более явно представлены потому что каждый регион имеет свои отличительные особенности именно в традиционной больше степени языческой культуре а поэтому их формирование занимает период с тех языческих времен когда на эту территорию пришли восточные славяне и по-разному происходили процессы этногенеза да вот в тех частях о которых вы говорили где-то мы будем видеть больше больше влияние балтского элемента или субстрата где-то фильм угорского и это хорошо заметно по гидронимам вот этих вот регионов которых мы говорим но будет и общее то что в принципе свойственно и балтам и восточным славянам и финно-уграм в традиционной культуре то есть вот это вот кухня за многие века она переваривалась отбирала что-то что больше соответствует культурному полю будущей там белорусской культуры и так далее я не думаю что можно говорить о тотальном каком-то влиянии соседних стран потому что каких стран вопрос еще в этом культуры всегда влияют друг на друга я уже об этом сказал если говорить о периоде там так называемом полотском то есть вот период становления государственности 9 10 11 12 века то конечно шел процесс такого очень мощного взаимодействия с соседними регионами но самым главным вектором пожалуй был вот этот вектор византийской культуры ну и понятно что под воздействием какого-то вот этого православного фактора и все что связано с византийской культурой в том числе и письменностью оказала мощное влияние но это всегда трансформация это всегда вот это вот переваривание даже если мы посмотрим на архитектуру 12 века то мы увидим все равно какие-то уже свои местные особенности различия это не будет чистый византизм и так везде если идет речь о более позднем периоде уже 13 14 15 веках то есть период формирования великого княжества литовского конечно взаимовлияние есть действительно это нормально естественно потому что уже идет процесс от некого отхода вот вот этой вот материнской платы если можно так выразиться византийской культуры уже идет процесс протоэтногенеза белорусского какие-то вот начала и здесь уже больше вектор так назовем вот так сказать западный а влияние будет многосторонним как минимум двусторонним и процесс образования великого княжества литовского на мой взгляд я думаю что не только на мой взгляд на взгляд большинства ученых это не процесс подавления а это процесс взаимодействия это тоже один из не очень многих примеров в историческом пространстве средневековья когда процесс формирования государственности шел на основе нескольких протоэтносов или этносов уже несмотря какой временной период у нас и в данном случае это будет взаимовлияние тот очень интересный процесс в начале скорее всего это будет преобладать восточнославянский прото белорусский фактор культуры языка потом все у разных процессов мы увидим некое периферийное состояние белорусской культуры белорусского языка но будет какая-то точка опоры где это будет еще сохраняться слава богу развиваться поэтому здесь важны все процессы под влиянием культур конечно влияние со стороны белорусской культуры конечно то есть тут обоюдный процесс если бы это было постоянное давление со стороны других культур а то скорее всего мы просто ассимилировались другое дело очень сложное взаимодействие межкультурные с точки зрения религиозного фактора потому что даже сегодня существует в таком массовом сознании особенно в сознании небольших каких-то местечек родов и так далее вот такой вот в раздел если человек относит себя к католическому вероисповеданию он автоматически поляк если православному то у белорус то есть это еще в этом плане когда вот не такого рода задают вопросы я задаю встречный вопрос а что делать бедным протестант в этой ситуации ну вот такое мнение и ментальное религиозное самоотнесение еще живо это удивительно но это есть и вот так развивалась наша история и процессы ополячивания они привели к этому другое дело что вот так вот одномоментно и однозначно говорить об окатоличивании или ополячивании я бы не стал конечно потому что тут были другие процессы сложные процессы и вот шляхетского перехода магнатерии в католичество насколько это было тесно связано с формированием профессиональной культуры скульптуру культуры элиты это тоже очень сложные вопросы но мы получили то что мы получили и вот религиозный фактор с одной стороны выдвигает вот такой раздел разделение но с другой стороны он делает уникальную нашу культуру потому что несмотря на то что титульная нация в основном является православной тем не менее вот вся история начиная приблизительно с периода формирования развития великого княжества литовского в том числе в период речи бесполитой она только мультикультурная но и поликонфессиональная и вот это поле поликонфессиональность особенно в период тренессанса 16 века она удивительна потому что она так или иначе сформирована на толерантности то есть вот те процессы которые происходили в европы то в европе того времени или даже позднее в 17 веке несмотря на кровавый век и для великого княжества литовского все таки мы можем говорить об относительной вероотерпимости насколько это можно конечно особенно в 17 столице но резкого противопоставления на уровне вражды и особенно на уровне такого бытового сознания сознание повседневной культуры вряд ли мы увидим в каком-то ярко выраженном виде вот это дорогого стоит поэтому вот когда мы ищем объединяющие моменты для белорусов сегодня и для белорусской идентичности мне кажется что вот это поле культурная основа а поликонфессиональная основа и умение жить относительно сообща в таком режиме толерантности дорогого столь а как вы считаете сильно повлиял советский период на развитие культуры этих этнографических регионов и белорусской культуры в целом принимая внимание такой интернационально может даже космополитический характер самой советской культуры сегодня наверное уже время показалось что с одной стороны на традиционные пласты культуры особенно те которые связаны с обрядовой стороной с кухней с укладом жизни в деревнях наверное не очень это поразительно а потому что вот это аутентика она осталась мне кажется скажется что скорее вот последние 20-30 лет больше повлияли на трансформацию может быть это в силу вот этой вот интернационализации глобализации вот большей степени я думаю но я не могу не сказать что период советской власти я имею ввиду начиная скажем с контр-белорусизации да прямо позитивно повлияло нет потому что ясно что так или иначе из-под воли или явно существующая такая русификация а вкупе с вот этой вот интернационализации все-таки конечно сломала многое и мы утратили в связи с этим но я думаю что в этой ситуации все-таки самое глубинное аутентичные оригинальные сумела сохраниться и особенно вот в этих регионах и особенно там где идет очень тесное взаимодействие с другими культурами в частности это полесье да вот это уникальная культура и западного и восточного где вот этот вот переход вот это вот взаимодействие в частности с украинской культурой очень хорошо чувствуется и в языке и в обрядовой стороне да и в каких-то традициях даже кухни но тут все вместе если мы модели берем вот эти вот знаменитые модульские колбасы знаменитый фестиваль то тут смотрите как задействовано все и вот это взаимное влияние и в то же время та политика и позиция бонус форца 16 века то есть вот то что это фактически свободные земли да которые крепостного права как такового не знали это ведь тоже очень важно и вот это все вместе рождают такую уникальную культуру то есть вот на основе какой-то отметности отличительности сформирована вот даже вот сегодня какая-то своя культура которая очень очень охраняема местными сообществами и это вот важно помимо политических границ что относит эти малые культуры к белорусской какой фактор скрипил склеил их вместе именно так а не иначе ну это пожалуй самый сложный вопрос мы вокруг него тоже ведем вот разговор а потому что сегодня этот вопрос наверное интересует не только нас а вот всех и не только представителей науки но и многих культур которые вот недавно приобрели какой-то суверенитет несмотря на свои древние корни и основы точно также я думаю американцев интересовала интересует вопрос что делает общей их культуру такую вообще пёструю разнообразную или российскую культуру где тоже очень все многообразно и нашу культуру которая вот тоже очень активно представлены в региональном ключе вот так однозначно его мне отвечу на просто что скрепляет я думаю что прежде всего это некий общий фундамент традиций которые у нас живут которые остались аутентичными и конечно есть какие-то вариации этих традиций у всех они по-разному присутствуют даже не только в регионах но даже в одном районе в разных деревнях можно приносить там на пасху так называемым мертвых там яйцо катать у кого-то это не принято в одних регионах принято яблоки приносить на могилу в других груши и отчет зависит не очень уже сейчас наверное ясно и люди сами местные не могут это сообщить и объяснить но я думаю что вот в этом традиционном пластик культуры это конечно очень мощная традиция поминовения усопших вот память предков я думаю что это одна из немногих культур европы которые вот столь внимательно относится особенно на радовницу которая является там не упомяновение и выходными или дзяты которые вот надвигаются и были когда-то таким же днем государстве то есть вот как традиции аутентичные они нас всегда с ним нужно так сказать выручают они нас скрепляют это некие сейчас основания которые ищутся и вот вокруг великой отечественной войны это опять-таки память видите вот это традиция преданности памяти усопших она напластовывается как раз и связывается вот с этим явлением до трагическим дальше вот такой скрепа я вижу и ценностью земля земля которая всегда для белоруса было наверное два самым важным явлением и способом существования потому что белорусы всегда были связаны с землей и всегда ее искали это даже некий такой библейский аналог некая такая аллюзия поиска земли новой земли как у голоса и вот несмотря на такую местечковую тут и 6 потому что особенно за последние годы существования скажем двадцатого века десятилетия вот этот вечный переход из одной страны в другую ну и предыдущие столетия рождало такую тут и 6 и вот это местная идентичность была более важно и не только региональная а вообще еще более узкая локальная но она вот эта узкая локальная идентичность все-таки в конце концов имела тоже под собой основание моя земля и очень важно для осознания современного белоруса понимать что моя земля это не только там где я родился вырос живу а вот вся территория пока с этим надо работать потому что с одной стороны общность уже чувствуется она чувствуется давно с другой стороны мы все-таки сталкиваемся с незнанием своей страны вот незнание своей страны ее такого разнообразия очень богатого культурного наследия она является маркером того что все-таки это общность еще не так превалирует как мне кажется земля и вот несмотря на сложности исторические экономические так далее а все равно белорусы возвращались к себе к своей земле я думаю что фундаментом является земля и переход от такой тут и 6 идентичности местечковой тут еще к общегосударственной на уровне культуры и конечно языка вот это вот та задача с которой нужно работать и которую нужно решать вот традиции я сказала да вот эти самые аутентичные земля ну конечно для меня важную роль играет язык но пока этот маркер не работа поэтому ну что в рамках еще общей территории да я сказала это важно общей идеологии формируется какое-то идеологическое уже это представление в большей степени это скрепа связанная с установками конституционными это работает ну это надо развивать чертах той или иной культуры можно усмотреть элементы результаты влияния предыдущих крупных культур например того же самого советского союза или периода великого княжества литовского или даже речи посполитой я уже сказал что вообще не сторонница рассматривать до нашу культуру только с точки зрения какого-то влияния то есть вот я рассматриваю великое княжество литовское не с точки зрения его влияния на то с точки зрения взаимодействия и взаимного влияния то есть я ни в коем случае не придерживаюсь позиции согласно которой мы как-то находились там под литвой и она нас влияла нет это общее государство да и поэтому влияние в этом плане одно многомерное то есть не доминация чего-то на чем-то да а это взаимное влияние а каким уже она была противоречивым оно было конечно таким особенно в эпоху там речи посполитой неодномерным многомерным и так далее большая культура вот великое княжество литовское для меня не будет большой культуры по отношению к белорусской если мы будем мало и называть этого для меня нет не тот период и речь посполитая для меня тоже не будет большой культуры которая как-то оказывает влияние а вот та ментальность те установки те ценности которые позиционировались ну например речи посполитой со стороны королевства польского потому что мы все-таки разделяем это федеративное государство в частности вот там с конца 17 века вытеснение старого русского языка на периферию который уже перестал быть языком дела производства а вот это если будет рассматривать этот фактор как воздействие туда то я бы сказала что скорее всего это стремление таких доминирующих в тот момент культур до оказать свое влияние на другие культуры ну это тоже очень часто происходит и конечно если мы рассматриваем в рамках религиозного фактора то существенное влияние оказалось конечно да но это влияние было и не в сторону например того же католицизма сколько в сторону принятия грека католицизма но рассматривать принятие грека католицизма под воздействием королевства польского это тоже способ некого компромисса может быть вот этот вот компромисс между православием да и католицизмом так называемым восточным вектором и западным а и белорусская культура ну и там часть украинской культуры которые как бы стали будут интегрировать это да может быть это вот и выражается такой делать и выражает диалоговый характер вот это да это повлияло но посмотрите как она повлияла но повлияло опять-таки очень интересным образом вот это вот объединение это вечный поиск в белорусской национальном характере какого-то компромисса да не любовь в историческом каком-то таком процессе резких оппозиции вот мы сегодня хотим быть и близко к западному вектору и к так называемому российскому восточному и восточному там азиатскому да вот мы не хотим оппозиции мы хотим и и вот поэтому смотря какие факторы и как мы их переработаем перерабатываем большая культура российская культура да она наверное большая в этом плане в своей масштабности в воздействии и тоже очень такой спорный вопрос малые большие культуры сейчас вот это уже какие-то такие атрибутивные термины но они мне тоже не нравятся вот мы говорим о толерантности равноправие релятивистской позиции но когда появляются слова примитивные развитые большие малые то вот эти коннотации они как-то все-таки так или иначе нас смещают в сторону хуже лучше более развит менее развит правда влияние конечно было большим особенно в период вот этой русификаторской политики появление доктрины западнорусизма хотя он тоже различен он тоже неоднозначен влияние было и таким взаимо обоюдным потому что если мы берем период 19 века это одна история и даже в первой трети 19 века и если мы берем влияние после восстания калиновского и даже до этого 1830 31 годов польского восстания это будет тоже другая история а если мы берем 17 век а то мы можем сказать что с точки зрения культурного воздействия как раз таким каналом была белорусская культура потому что мы помним очень много различных примеров когда наши мастера оказывались в москве и в силу разных обстоятельств основного пленения в период вот войны между речью посполитой и московским государством или например учительство и подвижничество семена полоцкого то это ведь все 17 век и тоже барочная поэзия тот же школьный театр и многое многое другое это все то что пришло туда в россию московское государство от нас поэтому я думаю что здесь очень мощное влияние но я уже говорила еще раз повторюсь что вот точки зрения русификации с точки зрения сдвигов которые произошли в ментальности сторону свое белорусское я мягко выражусь не очень хорошо или что-то такое сельское или в советское время и его эквивалентом его эквивалентом стала колхозная конечно ничего позитивного нет и многие культурологи историки и этнографы говорят продолжают говорить что вот этот вот синдром вторичности психологическое он еще не изжить до конца вот сегодня когда я говорю со студентами я вижу что он уже не очень понимают о чем я но если они выезжают за пределы страны и куда-то едут они себя чувствуют хорошо вполне у них есть язык английский на котором они говорят или польский и они не чувствуют себя какого-то там людьми второго сорта ну вот с точки зрения своих даже товаров с точки зрения инфраструктуры города или там чего-то еще обычно звучит критика и критика резко и вот часто бывает по линии сравнения что вот и там продукты лучше и жизнь лучше и так далее слава богу что это уже не так часто и не в таком большом объеме как раньше но все равно это есть мне кажется некое наследие ощущение что малая вторичная культура что мы всегда под кем-то были ну вот наша задача вот это изживать и влияние мне кажется как вы сказали больших культур в этом плане я бы сказала польской и российской тогда вот в таком случае она больше воздействует именно на подсознательные ментальные механизмы а это сложнее исправить вот здесь вот конечно должен пройти какой-то большой период наверное чтобы мы осознали многообразие своей культуры великолепность собственного языка признано там или 2 по мелодичности или 3 2 но мы как-то это не хотим видеть или нам легче это не видеть поэтому я думаю что если говорить о воздействии в негативном плане то это воздействие именно на какие-то ментальные механизмы и вот это надо исправлять но я думаю я замечаю что это уже не так остро хотя еще расскажу что это требует большого потому что все свидетельствует о том я имею ввиду и наш исторический путь и культура и язык и вот то что мы европейское государство нам это дает основание гордиться как вы считаете к этой ментальности можно приложить модели унаследованной модели власти вот если например взять опять же влияние польши россии то принципе исторически можно увидеть что в россии больше централизация власти снятие какой-то гражданской ответственности с людей а в польше речь посполитую если взять там больше децентрализация власти не что какие какой-то группой представителями ну конечно далеко до в современном понимании представители народа как парламент но все же не скажу лишь никто не скажет однозначно потому что я опять-таки говорю что я не склонна к тому что больше как-то сильно оказывала влияние в плане каких-то демократических институций потому что мы ведь говорим о складывании демократических институций не в то время когда даже польша оказывала серьезное влияние что мы не входили в польшу у нас было про то не про то неправильно часть федерации если мы берем период после 1569 года люблинской но мы помним что великая княжества литовская образовалась тринадцатом веке поэтому тут уже столетия прошли и магдебургское право мы как-то получали и независимо от польши у нас были разные отношения до в период становления какие-то сложные понятно но у нас были очень сложные более сложные более кровавые отношения с московским государством если с польши у нас как-то там устаканилась устоялась тут начиная буквально 14 15 веков это постоянное противодействие но я буду не права если я не скажу что у этой связи даже какие-то брачные отношения из той же польши из той же москвой и впоследствии россии поэтому на создание демократических или прото демократических институтов мне кажется если говорить о влиянии оказывала влияние очень общая европейская история так потому что на магдебургское право рут пришло все таки из германских земель не государств чтобы государства еще не было вот и это было рано и пресс рано его получил это минск уже в конце 15 века и там никак не связаны с польши да это вот свою потому что как раз то в великом княжестве литовском складывались вот эти демократические институты да и вот и городское самоуправление и опять таки вот такого жесткого типа крепостного права мы не видели и видели даже какие-то свободные земли и даже та реформа сегизмонта 2 августа она в общем-то по сути тоже отнюдь не сугубо феодальная да вот в каких-то таких своих средневековых рамках поэтому тут я вообще не вижу никакого влияния больше с гораздо сложнее когда проявилось влияние польши в плане золотых шляхетских вольностей вот это я считаю очень сильное влияние оказала как я уже сказала вот на эту элиту на крупную шляхту на магнатерию и даже на среднюю мелкая она как в общем-то была там белорусско-литовско-украинская так она осталась там в быту свой язык был ну и так далее а вот когда произошло наложение вот этой самостоятельности но в том но в то же время порядка на золотые шляхетские вольности на самоуправление да вот это связи с децентрализации власти да потому что сложилось так там в польше свой король мне свежий слой или великом пяжестве литовском потому что на первый план выдвигалась не центральная власть как таковая а власть рода какого-то клана да вот это вот некий такой с одной стороны отголосок средневекового рыцарства который хорошо там сарманском портрете запечатлен но это уже как бы из пережитки прошлого если можно так сказать но она вот таким причудливым образом легло на вот эту средневековую годность шляхетского рыцарства с вот этими золотыми вольностями и в условиях обособленности относительные в каэл и польши и даже внутренних не только регионов о которых мы говорили воеводств привело вот к такому децентрализованному варианту может быть это еще вот оттуда мы берем какие-то условия там тут и шести не только вот эти завоевания и войны но и вот из тех времен а то что касается российского влияния то там да там же исторический процесс развития по-другому то есть от неких таких прото демократических институтов сторону централизации власти и вот тут в белорусской культуре происходит удивительные явления с одной стороны всегда была сильна власть патриархатной культуры отца батьки с другой стороны вот эти демократические институты которые были в городах потому что все таки силу это немножко другая история нельзя сказать что прямо вот в гендерном плане было очень все страшно да там про обащение женщин я утрирую но патриархатная власть вот она мне кажется задействовала вот этот код вот он в период советской власти особенно сталинских репрессий да вышел на первый план вот и стал доминирующим и вот это насильственное влияние плюс страх плюс репрессии плюс внушение того что без сильной централизованной власти мы не сможем победить и выжить она сыграла ключевую роль а насколько это чисто российское влияние или советское служить судить сложно я думаю что вот время и идеология особенно вот российское имперское да она сыграла конечно но она бы не имела никакого значения если бы не было сильно вот это вот вот этот патриархатный код до батька но батька не как тот отец который только карант нет а как тот который берет на себя ответственность и это тоже стало очень важным особенно в периодом перестройки потому что для белорусского народа вот может быть еще одна особенность важным фактором является порядок упоротковать парадок да всегда мы говорим о стабильности о порядке да ты приезжаешь деревню что делаешь упоротковываешь ты сразу большинстве регионов кроме может быть витебской по зелье части да где наброславщине не принятые заборы там же влияние все-таки какой-то другой традиции в большинстве случаев что делает человек когда он приезжает он огораживает свое пространство он упоротковывает его и сегодня мы видим что в рамках белорусской диалоги всегда звучат фразы стабильность порядок дисциплина а кто может вот в таком культурно кодовом плане это сделать отец до который несет на себя ответственность ну тут тоже очень интересная уникальность проявляется нашей культуры мама не менее важно да потому что могли мать и родима и в то же время батьков что то есть некая вот опять-таки равновесие некий компромисс такой ищется поэтому я думаю что влияние было но она задействовала какие-то определенные культурные коды и поскольку актуальным стала наведение порядка в плане вот этих сложных времен восьмидесятых девяностых прекрасных не сложных ощущение единства территории ощущение сплоченности вот мне кажется и вывела на первый план вот эту задачу порядка границ стабильности не это напоминает найти какие-то такие времена образования и развития соединенных штатов америки когда вот экономический фактор фактор там единство был основным не столько сам вот как мы называем это культурный фактор сколько вот экономически то есть мы вот вначале заработаем денег сделаем экономику а потом вот будем говорить о культуре насколько это правильно время покажет так в плане соотношения двух патриархальных моделей я просто недавно брал интервью анны колледж это филолог она тоже сравнивала на примере русского и белорусского что слов брак и шлюп брак это больше такое брать то есть понятно иерархия а шлюп это какой-то совместный интересно существует ли какая-то иерархия между малой и большой идентичности вот к примеру полейся он в первую очередь считает себя полишеком уже потом и белорусом примеру такое ну я не знаю 5 иерархии можно рассматривать по-разному иерархии с точки зрения того что что-то главнее а что-то не главные то есть я например скажу то сейчас вот какую-то такую наверное странную вещь я русская но я белорусска то вот как это у нас вообще с этим очень интересно то есть можно сказать я россиянин но я удмурт и это будет нормально а вот как в белоруссию сказать я белорус белорус так или я там еврей белорус вот то есть это как-то даже звучит интересно или когда едешь куда-нибудь пересекаешь границу у тебя спрашивают вы белорусска и ты думаешь о чем спрашивают этнической принадлежности или национальной я не знаю как выстраивается иерархии это в зависимости от того кто как себя кем чувствуют если для полишека важнее своя вот это вот идентичность он конечно скажет прежде всего что он полишок применительному к своей этой малой тут и шей тут и шести да и для него это будет важнее он может вообще сказать что я из ходоревичей да и я вот ходор греевич и там ходоркович или как я из какой-нибудь деревне и все может вообще оттуда не заезжать всю жизнь хорошо и это будет идентичность а может сказать да я полишок и белорусска и это не будет я полишок но белорус то есть я например не вижу здесь никакого никакой сложности да я уже на своем примере привела то есть я могу как бы для себя сказать я там русская или я там полька и белорусска мне это не будет мешать но если мне мне спросить а все-таки вот с точки зрения выбора национальной идентичности кто вы то я скажу я белорусска несмотря на то что вот у меня мама русская папа поляк или там неважно кто еще да мне это очень удивительно до студентов спрашивают надо например девочка говорит у меня папа украинец а мама татарка я говорю а вы кто я имею ввиду между она выберет могу то я белорусска и это вызывает улыбку такую милую да и но отнюдь не ироничную то есть вот во главу ставится какая-то общая национальная идентичность то есть мы ее разберу да у нас идет теперь формирование совершенно правильно сказали национальной идентичности не столько по языку не по религиозному фактору как в других некоторых культурах а именно по гражданскому признаку совершенно верно поэтому для нас вот эта территория земля оказывается очень важны поэтому я не вижу здесь никакого противопоставления и иерархии с точки зрения что главнее для кого как если какая-то языковая разница в этих этнографических регионах насколько вообще реально двуязычие если говорить о белорусском и русском ну есть конечно языковая разница отличие они везде есть они есть во всех странах если мы поедем на юг италии мы там увидим и слышим один диалект на севере другой в том числе и другие языки как в польске на этом плане нет я считаю что двуязычие наверное нормально если вы меня спросите как вот субъекта как личность конечно я полагаю что изначально все таки нужно было и оставлять белорусский язык в качестве государственного языка русский в качестве межкультурного межнационального межэтнического общения но это не потому что кто-то главнее или менее главный а именно для того чтобы поддержать вот эту вот самую скользающую идентичность языковую чтобы белорусский язык был маркером вот с этой точки зрения потому что все таки язык это мощный маркер некого языка нации и его образы имиджи и так далее но поскольку все-таки белорусский народ выбрал два языка государственных белорусский русский то мне кажется что это справа мерно с точки зрения того что они действительно главенствующие но каких-то иных именно языков которые существуют как и польские украинские и так далее я не думаю что целесообразно делать государственными ведь все наши многочисленные народа их около 140 вот 19-20 процентов до от титульной нации на существующих имеют всю возможность сохранять свою идентичность не имеют свои общественные объединениях очень много имеют возможности обучаться в школах раз каким-то там специальным дополнительным компонентом обучения поэтому я думаю что это нецелесообразно слава богу элементы гражданского общества какие-то местные сообщества у нас вполне себе живут до имеет дома там польский дом там еще какие-то разные дома общество разные в одну в одного народа может быть не одно общественное объединение и поэтому мне кажется это вполне нормально а делать из этого какие-то отдельные государственные языки и вот это добавление этого донь не будет эквивалентом того что мы признаем их равноправие мне кажется что и так все понимают и живут в этом равноправии и условия для этого мне кажется самые нормальные и приемлемые еще я хотел спросить ваше мнение но поскольку сейчас еще по моему сегодня либо завтра последний день переписи да я вот пока ходил тоже был интервью тоже приставал с одним и тем же вопросом была не такая дискуссия по поводу того что такое родной язык и в самой анкете указано что это язык усвоенный первым в детстве ну и фактически из этого следует что это тот язык который используется в повседневной жизни но некоторые люди считают что даже несмотря на то что многие говорят на русском можно например из патриотических чувств по отношению белорусской культуре как способ культурной идентификации выбрать белорусский как родной язык даже несмотря на то что это наверно в какой-то мере исказит статистику я знаю таких примеров очень много потому что даже в нашей семье вряд ли на белорусском языке я пела колыбельные своему сыну да но наверное из тех чувств патриотических он тоже назвал родным языком белорусский и я не разговаривала на белорусском языке потому что такова история моего рода и моего существования что после великой отечественной войны вот уже мои предки считается да уже бабушки и дедушки нет они приехали сюда чтобы восстанавливать минск вот так это сложилось и естественно тогда общим языком такого интернационального общения стал русский и вот это кстати еще одна причина не только там каких-то насильственных мер но и в силу демографической ямы и восстановление это тоже надо учитывать городов и сел белоруссии и понятно что в таком вот окружении было очень мало белорусского но вот моя идентичность она как-то так сформировалась период национально-культурного возрождения рубежа 80-90 в этом плане большое спасибо бго и стфаку и все теми событиями процессами которые были вот и я думаю что если это даже сделает статистику недостоверной то в данном случае мифологизация очень даже полезно но вот когда к нам приходила девушка и переписывала нас могут по этому поводу тоже думали вот этот был вопрос который как раз требовал какого-то рассуждения и когда мы сказали что мы разговариваем и на русском и на белорусском но белорусском больше дома потому что это действительно так вот мы разговариваем разговариваем потом переходим на белорусский и особенно это происходит в тех ситуациях когда мы не можем четко эмоционально выразить свою позицию на русском языке потому что вот эмоциональнее четче оказывается белорусский язык. Вот на нём фразу скажешь, и сразу расставишь все акценты. И вот она очень удивилась. Ну, вот это соответствует реальности. Когда не хватает словарного русского запаса, ты прибегаешь к белорусскому языку. Поэтому мне кажется, что даже если из патриотических чувств, это хороший знак, что люди хотят, может быть, не могут, может быть, не могут приступить к какой-то барьер психологический, потому что мало кто разговаривает. Может быть, в силу каких-то вот этих вот ментальных, подсознательных, бессознательных вот этих, да, механизмов вторичности синдрома, о чём я говорила. Потому что это исправить сложно. Это бессознательно усваивается. А потом картина мира, если верить там гипотезе лингвистов, ворфа, сепера, всё-таки транслируется во многом благодаря языку, а мы мыслим не белорусским языком. Может быть, конструкция мира по этому у нас выглядит несколько иначе. Я, например, на себе тоже это заметила. Когда я уезжаю в деревню на дачу, это для меня новое, потому что я не деревенская барышня, не знала ничего про деревню, особенно, ну, кроме из книг и каких-то поездок. Я начинаю думать по-другому. Я начинаю понимать ценность ростка проросшего из земли или там каким-то погодным условием. То есть там действительно мыслишь по-другому, и там больше общаешься на белорусском языке. Хотя местное население, к сожалению, уже мало разговаривает на белорусском языке, но ты стараешься. Это происходит автоматически, говорить на белорусском, ну или на тросянке. Поэтому еще мифологизация очень даже нормально, не зазорно. Вы сказали, что все-таки белорусский колорит, он по большей части остался не в городской среде, а больше в регионах. Да. Но в принципе можно говорить о том, что культура формируется, развивается по большей части в городах. Нет. Смотря что имеем в виду под культурой. Какой-то высокий профессионал. Например, создание культурных памятников, литературы, новое наполнение. Ну, я думаю, что практически все поэты-писатели, художники, если мы посмотрим, в большинстве случаев они не из больших городов. Может быть, вот эта вот природа, она подпитывает или какие-то там местные, уникальные явления. Да даже если и в крупных городах, бог с ними. Знаете, все равно они куда-то ездят, да, сейчас очень многие представители, так скажем, профессиональные или полупрофессиональные элиты съезжают. Особенно вот те, которым там за 40, да, не говоря там за 50. Вот они, может быть, увидят какие-то другие духовные сущности. Я думаю, что у нас в Белоруссии идет очень активное общение центра и периферии. Ну, конечно, какие-то яркие события всегда происходят в городах. Да, в принципе, так и было. Но в то же время, особенно если это касается вот такого мощного фестивального движения, да, какой-то опять-таки традиционной культуры, сейчас же всех тянет на какую-то оригинальность. Это рассредотачивается не только по городам, но и по весам. В этом плане, я думаю, большую работу проделывала вот это вот агро-экотуристическое движение, да, потому что вот еще недавно было 2000 усадеб, сейчас я уже видела эту статистику, что у нас уже где-то под 2500. И ведь сейчас туриста не интересует только экзотика в виде ночи на сеновале, ему культурную программу подавали, значит, надо его познакомить с какими-то обычаями, традициями, песнями, плясками. Это культура. А если он хочет какой-то высокопрофессиональной культуры, ну так вот из, не знаю, там, из Сарьи съездить в Витебск или там из Глубокого, хотя, что из Глубокого ехать, там, самое глубокое, еще настолько богато всеми достопримечательностями, что фору даст. А может быть, какое-то актуальное искусство, да, там, современное, но наше население, оно как-то не свойственное ему в большей своей массе, что-то не фигуративное, оно все-таки тяготеет к чему-то такому осязаемому, фигуративному, да, как мы это часто называем, реалистическому. Нет, я не вижу такой диспропорции. Проблема в другом. Я ее вижу и знаю. Проблема в том, что мало инициативности. Возможно, эта инициативность не исходит и от местных сообществ, и, возможно, она не так активно инициируется и, естественно, финансируется какими-то институциями местными. Не прощается. А может даже и не прощается. И поэтому я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда там какой-нибудь СПК или АПК или что-нибудь там еще богатое, работающее с прибылью, а дома культуры там нет или культурного центра там нет. И вот я тоже спрашиваю, ну а как вы, почему вы не требуете вот этого ничего? Ну, там нам недалеко проехать, в принципе, город какой-то недалеко, нам недалеко. Я говорю, ну а неужели бы вы не хотели вот вякшорки поспевать, да, или там что-то еще? Ну, как-то не очень это востребовано. Ну, наверное, это тоже от регионов зависит. И, возможно, от идентичности этой регионов, я имею в виду вот насколько она сильна от региональной идентичности, насколько какие-то вот эти космополитические стратегии или там явления повлияли. Вот мне кажется, что не хватает гражданской инициативы внизу на местах, чтобы создавать какие-то свои локации. Усадьбы хорошо, какой-то обучий или обряд как бренд для туриста это хорошо, но важно, чтобы само население не забывало о каких-то традициях, исполнении песен, качества, орнамента и так далее. вот я думаю, что проблема в том, чтобы с одной стороны государство инициировало и с другой стороны местное сообщество инициировало, и они шли друг другу навстречу. И успехи в этом есть. Вот, например, Мстиславль тоже неплохой пример, когда там вот, вы, наверное, знаете, обрушилась одна из стен, костелы, и местное сообщество все-таки вот как-то повлияло. И это не все сообщество, конечно, это не весь Мстиславль, это отдельные люди, но они там есть. И вот мне кажется, что вот этого нам не хватает. То есть, то, о чем мы говорили, о влиянии, может быть, доминации какой-то советской централизации или каких-то других кодов культуры привело к тому, что есть некая боязнь инициатива наказуема. Или может как раз вот эта вот традиция патриархальности, которую вы берете, отец, который берет ответственность. Может, но я, это не тотально так. Это не может быть моим каким-то однозначным подтверждением, потому что, я уже сказала, тут же как бы вот и мать не была на каких-то совершенно вторичных рамках. Потому что она тоже всегда играла важный урок. Я думаю, в большей степени вот эта тоталитарная власть, вот эта авторитарная власть, ну и так далее. Ну и вот та ментальная историческая установка, особенно вот начиная с XX века, вот эти постоянные войны, вот этот переход земель то к России, то к Польше, то потом 80-е, 90-е, вот эта ситуация сложная. Вот это, мне кажется, ближе как-то этот период повлияло. Ну, наконец, последний вопрос, который задаем всем гостям нашей передачи. Лично для вас, что значит быть белорусом? Я, наверное, скажу в большей степени применительно к должествованию, то есть каким бы я хотела, чтобы был белорус, да, и каким он мне рисуется, ну, таким, знаете, собирательным, из положительных, конечно, честно, я не буду говорить об отрицательном, естественно. Это, прежде всего, трудолюбивый человек, по-хорошему упёртый, упартый, не с точки зрения там какой-то гордыни, да, и не уступчивый, а с точки зрения какой-то системы ценностей, которыми он не поступится никогда. Вот это важно. Это любовь к земле, это любовь к языку и тот язык, на котором ты говоришь, язык повседневного общения, коммуникации. Это человек, который гордится собой и гордится своей страной и не является носителем той ментальности и того народа, нации, который сомневается в своей идентичности и сомневается в своём историко-культурном богатстве. Ценить себя, ценить других. Спасибо большое за беседу. Пожалуйста, спасибо вам. ИДЕНТИЧНОСТЬ 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 ИДЕНТИЧНОСТЬ